Десна ТВ Новости 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 Мне понравилась эта игра, потому что она познавательная. Детский праздник «Микрошка». Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Десногорский пляж – излюбленное место отдыха жителей и гостей города. К началу купального сезона его готовят городские службы. Частоту и порядок на протяжении всего лета обеспечивают работники службы благоустройства. Поэтому непонятно, что может побудить некоторых десногорцев так вести себя на пляже. Подробности в нашем сюжете. Сломанные деревья, перевернутые мусорные контейнеры и в довершении ко всему яма окоп. То ли игра в войнушку, то ли братская могила, цель, с которой так упорно кто-то выкопал яму прямо посреди пляжа, не ясна. Зачем тратить столько сил? И кому это надо? Ответов на эти вопросы не найти. На пляж приходят отдыхать с маленькими детьми, которые могут ненароком скатиться в яму и покалечиться. Но горе копателей такие мелочи не беспокоит. А для того, чтобы сломать деревья, пришлось немало потрудиться. Но, видимо, сила есть, ума не надо. А уж выворачивать мусорку – совсем непонятное действие. Видимо, что-то потеряли и никак не могли найти. А вот то, что потом приходится заново все это собирать – это уже не их проблемы. Здесь во время организации пляжа были все указатели, все вывешено, отлично оформлено. Кому-то не нравится. Я даже не знаю, не понимаю тех людей, для них же все делается, они вот такую подлость совершают. Обидно, когда стараешься, изо всех сил такая вот ситуация получается. Наверное, подлость ее ничем не исправить. Она дается культурой семейной, прежде всего. Многие отдыхающие также возмущены таким поведением и отношением к территории пляжа. Неприятно, конечно, когда приходишь на пляж и такое творится. Конечно, за это надо наказывать. Может быть, камеры установить, чтобы можно было выявлять, кто это все сделал. Плохо, конечно. Творят, что хотят. Если только рейды какие-нибудь устраивать, чтобы все за порядком следило. Конечно, негативно. Деревья ломать и мусор выбрасывать из контейнера. Знают же все равно, что потом будут убирать все. И действительно, зачем напрягаться и думать? Главное, что им весело. И кто потом будет за ними все это убирать, не имеет значения. А между тем, Десногорск – это наш общий дом. И то, каким он будет, зависит от каждого из нас. Роструд намерен выделить в 2019 году 7 миллиардов рублей для поддержки занятости населения. Отмечается, что данные действия позволят переобучить около 100 тысяч человек. Роструд является участником приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В целом, проект нацелен на достижение прироста общей производительности труда, в том числе за счет реализации региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости. Ранее сообщалось, что число безработных в России уменьшилось на 0,2%. Лето – сезон продажи ягод и грибов. Ягоды не зря называют ладезем витаминов. Всего в одном стакане черники содержится суточная норма витамина С, а грибы славятся высоким содержанием белков. Но именно они имеют способность накапливать в себя радионуклиды. Как уберечь себя от опасных продуктов, выясняла наша съемочная группа. Каждый продавец, который привозит ягоды и грибы для продажи на рынок, обязательно предоставляет продукцию для радиологического исследования и неважно, где он ее собрал. После того, как получены результаты анализов, продавец получает заключение о праве на реализацию ягод и грибов. Заключение выдается только в день продажи. Благодаря бдительному контролю сотрудников лаборатории, покупатели могут быть уверены, что ягоды и грибы не содержат радионуклидов. Лесные грибы и ягоды следует покупать на рынках или в специализированных магазинах, супермаркетах. Так как о них там прошли ветеринары на санитарную экспертизу и на сертификацию. Не советую покупать ягоды с рук, в спонтанных торговых точках, так как никто не даст гарантии, что они не содержат радионуклидов. С начала лета на рынке уже продано более 500 килограмм ягод и грибов. Абсолютно вся продукция прошла проверку. Москва выделит средства на ремонт дорог Смоленской области. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Смоленской области Алексей Островский подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между столицей и регионом. Всего в прошлом году на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог Смоленской области было выделено почти 6 миллиардов рублей. В том числе 1 миллиард удалось привлечь из федерального бюджета и 158 миллионов из бюджета города Москвы. Смолянин систематически предоставлял свою квартиру для изготовления и потребления наркотических средств. Сотрудники полиции задержали троих граждан, посещавших его квартиру. Медицинское освидетельствование на употребление опиоидного наркотика данными лицами показало положительный результат. По адресу наркопритона выехала группа задержания. На момент визита оперативников в квартире помимо хозяина находились еще двое мужчин с явными признаками наркотического опьянения. По результатам медицинской экспертизы они пребывали под действием дезаморфина. В ходе обыска обнаружили и изъяли жидкость бурого цвета, а также предметы и вещества, используемые для изготовления и потребления наркотических средств. Экспертиза показала, что в посуде и предметах находился дезаморфин. Задержанный, ранее судимый за хулиганство, 42-летний местный житель, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина, сам являясь наркозависимым, за ингредиенты систематически предоставлял свою квартиру для приготовления наркотических средств. В настоящее время отделом дознания отдела полиции номер один НВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Доказан вред мобильных телефонов. Ученые Университета Талида в США выяснили, что голубой свет, который испускает экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения из-за формирования токсичной формы ретинала, химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки, что ухудшает остроту зрения и является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. Считается, что свет в голубом-синем и фиолетовом диапазоне спектра усугубляет нарушение сетчатки, однако ученые не знали, насколько это воздействие серьезно. Лето – это время отдыха, каникул и веселья. Лето – это маленькая жизнь, однако ее нужно правильно обустроить, наполнить интересными и полезными занятиями и играми. 8 августа сотрудниками Центра культуры и молодежной политики совместно с волонтерами был организован и проведет детский праздник «Микрошка» на спортивной площадке 6-го микрорайона. «Микрошка» – праздник, наполненный радостью и весельем. В программе мероприятия были веселые стафеты, конкурс рисунка на асфальте, танцевальные флешмобы и многое другое. К каждому заданию прибывали все новые участники, поэтому игры проходили шумно, активно и задорно. Дети с удовольствием бегали и прыгали, дружно болели за свои команды. Волонтеры работали слаженно и старательно, никто не остался в стороне. Мы заметили то, что дети занимаются на улице бездельем и решили как-то порадовать, собрать их и сделали вот такую небольшую игровую программу. Море эмоций и незабываемое впечатление поучили дети. Мне понравилась эта игра, потому что она познавательная, хорошая здесь, ребята. Для нас такие игры проводятся, чтобы мы не скучали и получали радостные эмоции на каникулах. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Повсюду царили детский смех, шутки и радость. А теперь коротко о погоде. 10 августа в Десногорске будет ясно. Днем плюс 25, ночью плюс 16. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова